Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Кладбище. Ну что же, я отправляюсь к себе в подвал и хочу навестить семей, попробовать его убедить. Да, для этого мне пришлось накопить 5 сфер. В общем, давайте посмотрим. Так, попытаться убедить. Я тут не для того, чтобы конфликтовать, может, смогу даже оказаться чем-то полезен. Выглядишь небесполезным, но при этом и безобидным. Можешь помочь мне открыть эту решетку? У меня есть эта инструкция, и согласна, ей мне нужен ключ. Отвычки мои не помогают. Найдешь этот ключ, тогда и поговорим. Ага, новое задание, ребята, мы получили. Я бы тоже не прочь заглянуть за эту решетку. Попробуй помочь. Вот, инструкцию можешь взять с собой. Отлично, ребята. Так, значит, нам дал инструкцию. Так, вот она, инструкция, ключ. Вам необходимо использовать ключ-хранитель вместе с этой инструкцией на столе для исследований. Ну что же, ребята, пойдемте тогда. Мы, наверное, сходим в церквушечку. У нас как раз там есть стол для исследований. Так, смотрим, ребята, что у нас тут. Ну тут у нас ничего нету. Брать ничего не будем. Так, здесь возьмем. На всякий случай, мало ли там чего, ребята. Так, и, в общем, сейчас мы будем с вами изучать ключ этот. Надеюсь, что-нибудь толковое мы узнаем. Уже больно хочется мне тоже заглянуть за эту решетку и посмотреть, что он там вообще трется. И что он действительно там ищет, этот змей. Вот, как видите, ребята, я церквушку себе немножко обустроил. Видите, да? Скамеечки поставил. В общем, все дела. Ребята, у меня целая ночь ушла на то, чтобы привести порядок в инвентаре. Вы не поверите. Просто ужас какой-то был. Так, ну что, вот ключ-хранитель. Да ладно, блин, не хватает, ребята, науки. Не хватает у меня сфер. Чтоб вас разорвало. Так, ну-ка, здесь... Да, ничего у меня нет, ребята. Поэтому придется пока это все дело, видимо, отложить. Значит, нам нужны будут сферы. Нам нужна будет наука. Так, попробуем сейчас получить немножечко с вами ингредиентов. Так, заметки. Заметки. Давайте создавать. Правда, тут смотрите. Медный, серебряный и золотые могут быть заметочки. Но у нас обычная пока. Так, делаем и посмотрим, что нам дадут. Ага. Отлично. Два синих камушка мы с вами получили. Итого у нас семь. Слушайте, это довольно хорошо. Нам как раз они нужны. Ну, нам нужна история, чтобы мы могли еще раз с вами сделать заметочек. Так, здесь у нас... Да, давайте заметки мы с вами, наверное... Так, погоди-ка секунду. Да, заметки сделаем. Мы получим с вами четыре науки. Четыре? Да, четыре науки. Все. Так, ну что, остается только, ребята, нам получить с вами сферы. Если мне память не изменяет, то они у нас, знаете, где должны быть? Снаружи церкви, как раз в ящике. Я вроде бы там оставлял парочку. Но могу и ошибиться, конечно. Так, здесь у нас, по-моему, больше ничего абсолютно не получится сделать. Да, ребята, ключ нужны две. Две штучки. Как раз, по-моему, там две или четыре. Я уже не помню точно. Сейчас пойдем посмотрим с вами. Возьмем и уже будем с вами читать инструкцию про этот ключ. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Да, ребята, как раз две сферы у меня здесь лежат. Все. Прямо, как говорится, то, что нужно. Пойдемте с вами изучать тогда этот ключик по инструкции. Уж больно мне хочется узнать, что там. Так, исследовать. Естественно, ребята, принимаем. И... А, работать надо. Работать, конечно. Так, ключ хранителя. Ничего не... Ах! Во! Вот это я понимаю, ребята. Мы с вами получили какой-то золотой ключ. Здесь никак нам не прийти. Надо будет расчищать путь. Так, возьмем на всякий случай. Хотя... Ладно, пускай будет так. Ну что, я думаю, что пора навестить нам нашего змея. Так, что мы здесь можем с вами изучить? У нас 17 синих камней, ребят. 17. Так, мы можем... Да, очень много чего можем. Но вот в первую очередь я даже не знаю, что... Главнее, так скажем. Дисковая пила. Было бы, конечно, неплохо, да, ребята? Так, здесь-то у нас что? Про создать историю. Ты замечаешь интересные детали в окружающих людях. Сложив их вместе, получается история. Понятно, ребята. Короче, будем про каждого персонажа собирать определенную, видимо, историю. Интересно, но я думаю, что это пока в данный момент не актуально. Мне нужно что-то такое, знаете, чтобы я уже с мертвой точки сдвинулся. По письму пока нам ничего, я думаю, не понадобится в данный момент. Так, здесь смотрим. Пивоваренье, виноградники. Так, садоводство. Ты не боишься возиться в земле. Ты знаешь, как отобрать семена на посадку и получить хороший урожай. А вот это, я думаю, мне пригодится, ребята. Перк фермер. Так, тут еще и молитва создается у нас. Давайте открывать. Как раз у нас хватает. Еще семь очков остается. Но куда мы их с вами сможем потратить, я пока не знаю. Так, здесь все очень-очень завышено. Здесь, а нет, вот здесь можно. Керамический кувшин. Фарфоровый кувшин. Слушайте, ну я не знаю, зачем нам пока кувшины. Думаю, в ближайшее время, наверное, не пригодятся. Так, по ходу дела все, ребят. Тупик. Могу только журналиста вот изучить. Да, будем создавать историю. Ну, для этого, видимо, нужно будет разговаривать с персонажами. Ну, по крайней мере, я так понимаю. Вот мы поговорили, да. Сложилось у нас какое-то определенное мнение. И мы создаем историю. Я надеюсь, мы ее создаем просто так. Или нам нужно для этого какие-то бумаги с собой все время таскать. Чтобы мы могли что-то изучить. Так. Здесь только ящик. Крематорий, главное, написан. Но почему-то можем только лишь ящик с вами вставить. Непонятно почему. Ну, раз уж мы идем с вами до дома до хаты, прихватим, как говорится, одно бревно. Да, с бревенными, ребят, здесь большая-большая проблема. Дерево, что у нас вокруг, росло. Я практически все вырубил здесь. Да. Немножко навел порядок, как говорится, в этих сундуках своих. Ну и, пожалуй, давайте посмотрим, здесь ли у нас змей. Черт подери, он ушел. Его нету. Блин, нам придется ждать, когда он появится, чтобы подойти к нему с этим ключом, который только что мы создали. Ну и, соответственно, поболтать. Так, у нас с вами... Да, очень много времени. В ближайшую неделю, грубо говоря, полнедели нам вообще нечего делать. У нас ничего не активно. Так, что так? У нас здесь что? Выложить... Выложить ничего, наверное, не надо здесь. Это лучше, мне кажется, на улице где-нибудь, да? Так, у нас еще бревна с вами. Не дорубленные. В принципе, время есть, можно дорубить, ребят. Знаете, для чего я это делал? Потому что мне нужно очень... Кстати, как вы видите, я уже поставил вторую печку себе. Одна печка у меня шла под сталь. А вторую печку я создал для того, чтобы варить стекло. Думал, что смогу колбы там делать. Но, как видим, алхимию я до сих пор еще не изучил. И я даже не знаю, где ее изучить, ребята. Ну, знаю точно, что она должна быть. Потому что колбочки, пробирочки, все как полагается. Без алхимии здесь делать нечего. Тем более, алхимический стол должен быть. И его, как мы знаем, я до сих пор еще не открыл. Не получил. 48 дров. Очень хорошо. Так, песок выкладываем. Что нам еще тут, наверное, не пригодится в данный момент? Оставим. Ну что, энергии нету. Давайте, наверное, покемарим, да, маленько. И уже пойдем с вами спустимся в подвал. Посмотрим, может быть, змей уже пришел. Надеюсь, он не будет мне там еще напрягать там. Сделай то, сделай это, принеси еще что-нибудь там. И вообще, кто такой этот змей? Да? Я отлично выспался. Ну, тогда давайте-ка мы с вами зайдем в подвал и посмотрим. Да, ребят, к сожалению, его пока нету. Я не знаю, по каким он именно дням приходит. Или ночью, или днем. Фиг его знает. В общем, у нас времени пока есть. Давайте, наверное, займемся домашними делами. Порубим, например, древесину. У нас вообще бревен нет. Я думаю, что лишним они не будут. Так. Отлично. Давай еще срубим. Как говорится, на запасик. Отлично. Пойдемте отнесем. Да, вот они, ребята, повседневные наши дела. Рубить дерево, добывать камень, копать песок, глину. Ну, не, ну, в этом есть и свои большие плюсы, ребят. Мне нравятся такие игры, где можно собирать, крафтить. Прям как все в быту, как в жизни. Так, выложим это все. Так, у нас тут с вами, ну, очень много чего есть. Все-таки, как же мне хочется, ребята, переработать стекло в колбы, а? Я вот прям не могу. Мне даже до трясучки. Так. Ну-ка, посмотрим, ребята. Пришел, не пришел. Ну, должен же когда-то прийти. Блин, нету его, а? Печалька. Тогда давайте, ребят, с вами пойдем в город сходим. Сходим в город. Я не знаю. В принципе, к звездочету нету смысла идти. Пока мы не достали для него журнал. Так, здесь у нас что-нибудь можно? Так, не хватает, ребята, нам 10 синих камушков. Любитель природы. Перк. Мастер собирательства. Но очень бы пригодилось бы нам это. Очень пригодилось бы. Мы могли бы с вами собирать, наверное, семена. Так. А наше... Так, торговать. Семена вин... Оу, семена винограда у него есть. Ребята, а нам виноград как раз-то и нужен. Ага. Интересно. Будет что-нибудь от одного семечка? Или нет? Ну, я хотел сказать не то, что будет, а есть ли толк покупать одно семечко винограда? По-моему, нет. Там минимум, как нужно, там, 5-6, чтобы в кучку было. Только в этом. О, ягодки, ребята. Ягодки, смотрите-ка. Давайте-ка, может быть, с вами пособираем. Все равно на халяву, да? Так, тут у нас кузнец. Нет, это нам не нужно. Можно с кем-нибудь тут пообщаться? Мне нужна история. Эй, бродяги. Тут, знаете, захожу, так на меня все спорят, как истуканы. Так, торговать. Давайте продадим. Отлично, ребята. Ох ты, 5 серебряников у меня в данный момент. Я считаю, что это неплохо. Это самая большая сумма за всю игру, что у меня была. Так, а вот теперь я думаю, что можно купить и виноградика. Давай, родной, торговать. Блин, я ему еще до сих пор и к траву не принес. Сколько нам взять? Я вот даже не знаю, ребят. Ну, давайте. Погоди-ка. У нас 5. Вот, я думаю, вот так вот. 6 штук. Да, 6. На больше нам не хватает. Ух, надеюсь, я не зря это сделал и не прогадаю. Ну что, пойдемте обратно домой, попробуем с вами посадить виноград. Блин, вот здесь бы, конечно, хотелось бы потырить немножко капусты, свеклы. Почему я не могу с огородов, с чужих, втихаря стырить все это дело, а? Почему? Блин, точно не могу, ребята. Но ведь это не по правде. Если брать жизненные ситуации, то это можно было бы сделать. И даже нет торговки, которая могла бы здесь продавать семена именно на... Так, может быть ты? Торговля, смотри-ка. Так, ну это у нас, ребята, пасечник. Он торгует чистым медом, этими пчелами. Это нам пока не нужно. Хотя пасеку я обязательно буду открывать свою. Вы обязательно, ребята, просто в порядке. Я вот интересно думаю, где... Стопудово здесь должна быть торгашка, которая будет продавать семена. Может быть это вот этот? Нет, это не он. Это однозначно не он. Хотя могу ошибаться, ребят. Могу ошибаться. Огород огородом, как говорится, но торгаш может быть и в другом месте. Так, давайте-ка вот здесь мы посмотрим, что у нас тут внизу за бродяга будет стоять. Ага, смотрите-ка, есть, есть дела. Надо дела сперва закончить, а то папка рассердится опять. Папка рассердится, это... Ага, вот видимо папка. Что бы ты ни продавал, ничего не буду покупать. Даже всякие магические снадобья, мази там всякие. Я просто осматриваюсь. Я, мне кажется, немного не в себе. И ничего не понимаю. Но мне говорят, что я новый смотритель кладбища. А, ну тогда ты еще хуже, чем эти надоедливые бродячие торгаши. Вся твоя профессия одно большое надувательство. Да и сам ты мне не нравишься. Ну, теперь, когда ты не питаешь никаких иллюзий, можно и поторговать. Ха, хитер, а? Так, спросить про фермерство. Что мне надо знать, чтобы стать хорошим фермером? Ну, надо знать, как удобрить землю правильно. Ну, а главное, любовь к труду. По тебе не скажешь, что из тебя хороший фермер выйдет. Лучше покупай овощи у таких профессионалов, как я. Даже такой неумех, как ты, может из хороших овощей что-нибудь вкусненькое приготовить. Оу, овощные блюда, ребята. Квашная капуста. Торговать. Так, свегла. Так, допустим, понятно, ребята, свекла, морковь, капуста. А мне нужны... Вот, вот оно, семена пшеницы, семена капусты. Вот они, родные. Вот что я искал так долго. Так, у меня один серебряник, ребята. Я не знаю, сколько нужно, чтобы угадать. Так, ладно, капусточка. Давай попробуем... Так, свекла нам нужна еще, да? Да, свеколочка обязательно нужна. Так, я не знаю, не знаю. Попробуем. Так, я почему-то... Почему-то не могу купить. В чем проблема? Блин, денег-то вроде хватает. У меня один серебряник. В чем проблема-то, эй? Странно. Ладно, давайте откажемся. Не понимаю, я... Можно. Так, четыре семени. Короче, мы купили. Так, это у нас свекла была, да? Блин, ну нам в любом случае капуста нужна. Эй! Не буду же я покупать целиковую. Что за ерунда? Так, погодите-ка. Дайте мне посмотреть инвентарь мой. Может быть, у меня... Ах, вот оно что. Ребята, у меня... Блин, переполненный он. Вот, оказывается, в чем проблема. Давайте, наверное, ягоды съедим. Все, понятно. Давайте теперь докупать нашу капусту. Сколько там у нас? Четыре или пять семечка? Во, пять. Отлично. Как раз. Все до последнего гроша, ребята, скупили. Ну что же, я доволен, в принципе, приобретением. Я надеюсь, что у меня это все получится. Теперь посадить именно на своем огороде. Я думаю, что с этим у нас никаких проблем не будет. Все-таки у нас есть с вами... Земелька. Грядочки. Семена мы с вами прикупили. Единственное, что, может быть, маловато взяли. В общем, сейчас мы посмотрим, как у нас это дело пойдет. Так. Чертовы кусты не пускают меня на мой огород, а? Блин, да что такое? Нет, надо как-то от этого избавляться. Мне нужна газонокосилка, чтобы вот эти вот кусты истребить. Ну что, вот они мои родные грядочки. Так, виноград начнем, да, пожалуй? Где у меня семена винограда? Здравствуйте, приплыли. А почему... Почему я опять не могу ни шиша посадить? В чем проблема? Я никак не врублюсь. Неужели это нужно как-то отдельно изучать или... Нажидать определенного момента? Офигеть. Просто офигеть. Так, грядки, куча компоста, пустая грядка. Нету здесь больше ничего, ребят. Да, даже кучу компоста не могу сделать. Короче, я опять лопухнулся, ребятушки. Так, инвентарь переполнен. Давайте тогда все отсюда выкладывать. Ну, стопудово вам говорю, что потом они нам пригодятся. Мы купили, конечно, но не зря. Потратили деньги. Но в дальнейшем все будет по-другому. Так, я надеюсь, змей уже на месте. Нет? Оу, еа, ребята. Конечно, бежим к нему. Давайте поболтаем с ним. Отдать ключ. Вот ключ. Вау. Наконец-то, на шаг ближе к цели. Иди-ка вперед. И еще посмотрим, кто из нас жалкий. Посмотрим, как они запоют в итоге. Ты о ком? Да о всех. О всех, кто живет в этом проклятом городе. О всех, кто считает себя лучше меня. Просто из-за того, что я... Ладно, ладно. Ага. Мне кажется, я что-то вижу. То, что мне нужно. Оу. Тихо, 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 тихо. Что такое? Не понял. Вы умерли. Ай, что это было? Я вроде цел и опять дома. На минус один способ вырваться отсюда. Надо вернуться и забрать дневник. Фу ты, ребят. Я, честно говоря, подумал, что это каек. Но это, видимо, должно быть по сценарию. Фу. Я уже думал, что мы конец игры что-то неправильно сделали. Хотя я там ничего изменить не мог. Он же автоматом шел туда. Так, хорошо. Давайте-ка попробуем. Вот здесь у нас, видно, дневник какой-то должен быть. Эй, что было сейчас? Ты как это сделал? Я не знаю, я просто очнулся у себя дома. Ну, отлично. Пора привыкнуть. Жизнь, боль. Бесполезный идиот оказался бессмертным. Ну, где в этом мире справедливость? Ненавижу тебя. Прости, что? Я тебя ненавижу. Смотритель кладбища бессмертный засранец. Так и запишу. Слушай, а вообще-то это не так уж и плохо для меня. Теперь, когда у меня под рукой твоя бессмертная задница, мне нет смысла рисковать самому в этом подземелье. В каком подземелье? Ну вот, прям в этом. Вниз по лестнице через проход. Оно тут еще до церкви было. Должно быть очень глубоким. Там в старину инквизиция ловила кого-то. Еще до древнего контакта. Ну и что требуется от меня? У меня везде в городе уши. Я всегда знаю, где достать нужные мне вещи. И на данном этапе моего плана мести все, что мне нужно, находится в этом подземелье. Мне нужно ведро крови. Языческой. И пять окровавленных гвоздей. Гвозди должны быть на одном из первых уровней, где пытали язычников. Фух. Так, ребята, вот это он меня озадачил. Так, это что у нас? Так, дневник хранителя мы с вами получили. Отлично. Это говорит о том, что нам нужно будет возвращаться потом к этому, как его, к звездочету. Да, именно к нему, потому что он просил, если мы найдем дневник, принеси. И он его расшифрует. Так, больше здесь, ребят, походу ничего нету. А, мы можем сломать. Давайте-ка сломаем эту скамеечку. Может быть, что-нибудь из нее получим хорошего. Нет, только доски. Так, открыть. Эта решетка заперта. Как видно, здесь нужен ключ. Понятно. Так, это что у нас такое? Тоже на слом? Тоже на слом, ребята. Так, отлично. Так, что еще можем сломать? Ничегошечки, да? Стулья нормальные не ломаются. Тут у нас всякие дыбы, ребята. Кандалы. Так, ну что? Получается, больше мы здесь ничего сделать не можем. Нам можно, в принципе, отправиться в подземелье. Так, у нас меч копирован. Доспехи надеты. Так, черепа в стене, черепа в колонии. Интересно, это что такое? План темного дизайна. Ну что же, давайте посмотрим тогда. Уровень подземелья. Уровень подземелья, ребята. От 1 до 15. Что такое было? Тут 15 уровней подземелья. Ребята, вы представляете? Я сейчас в данный момент на первом. Слушайте, ну пока я не вижу никаких демонов, тварей, которые бы мне здесь мешали жить. Ну, вы заметьте, сколько лет прошло, да? А свечки здесь почему-то до сих пор горят. Ну, ходите сюда. Желеобразные чувырлы. Отлично. Так, я это взять не могу, потому что у меня инвентарь весь забит. Так, летучая мышь. Так, вообще все под завязку, ребят. Черт подери. Ну, давай так сделаем. Уничтожим палочки. И возьмем, возьмем, наверное, именно желе. Потому что они для кулинарии нам полезны. И скрыльев я не помню. Там, по-моему, мы можем бумагу делать. Но сейчас она нам не нужна. У нас ее и так завалить. Так, ну что? Я вижу пока обычных летучих мышей и слезняки. Все, больше никого нету. Никого страшного нет. Смотрите, ребята, там на столе у нас шлем лежал. Воина. И череп. Прикольно. И кубки. Классно смотрится. Вот этот шлем, кстати, который на столе лежит, он мне напоминает из Дартнесс Данжоон шлем наемника. У одного из персонажей. Так, давай, иди сюда. Отлично. Ага. Ну, давай, давай, давай. Ай, епарасы. Это, ребята. Черт подери. Тут, оказывается, энергия заканчивается. А я что-то даже и не подумал об этом. Короче, когда мы машем с вами мечом, у нас так же тратится энергия, как во время добычи деревьев. Ну, вообще, любой работы. Поэтому, прежде чем идти сюда, нужно очень хорошо запастись едой. И причем едой такой, которая нам бы восстанавливала очень много энергии. Так что, пока мы об этом с вами позабудем. Подземелье. У нас есть в ближайшее время чем заняться. Например, отнести журнал. Точнее, дневник. К звездочету. Я думаю, это было бы неплохо. Он бы прочитал и, надеясь, нам что-нибудь там посоветовал бы хорошего. Так. Вообще, все под завязку забито, ребята. Просто даже некуда ничего выложить. Наводил, наводил порядок, ребята. И, как видите, опять у меня все там в разнобойку. И, как всегда, я забываю... Так, давайте, наверное, желе сюда выложим. Зеленое желе. Так. Наверное, больше ничего сюда мы выкладывать не будем. Потому что у меня здесь чисто все связано с едой. Ну, ключ положил. Пускай будет здесь лежать пока. Я думаю, что он в ближайшее время нам вообще не пригодится. И, может быть, его даже можно будет выкинуть. Так. Персонажи. Давайте-ка глянем. Вот. Забрать дневник старого хранителя из церковного подвала. В принципе, да, ребята. Можно. Ах, нет. Нет, ребят, нельзя. По-моему, я... Да, он выходит в луну. В луну. До луны нам еще, ну, грубо говоря, два дня. Черт. Чем мы тогда можем заняться? У нас есть история, может быть, сделать каком-то исследовании. Хотя, смотрите, у нас, ребята, и на кладбище нету этих оградок. Можно оградки, например, поделать. Да? Ну, как, чтобы улучшить просто репутацию. Энергии нет еще. К тому же, блин, прежде чем этим всем заниматься вообще, в конце концов. Так. Ага. Все-таки нас немножко покромсали, да? Посмотрите за руье. Я вот думаю, а у нас броня, которая на нас одета, она ломается или нет со временем? Или будет вечностью? Если будет ломаться, это будет плохо, ребят. Это придется нам тогда, если идти в подземелье, предположим, и броня ломается. То есть, несколько комплектов брони, плюс целую кучу еды. Также не забываем, что меч ломается. Соответственно, и меч нам нужен не один. Ох, веселуха еще будет. Так, чувствую я. Так, у нас, да, еще не скоро до молитвы. Но, тем не менее, время пока есть. А ну-ка, давайте-ка создадим, наверное, с вами заметочку. Да, всего лишь одну. Но, очки-то мы получим. Должны получить. Сколько? Угу, пять очков у нас, ребята. В общей сложности. Так, технологии. Технологии, что у нас тут? Что-нибудь вообще можем, блин? Или ничего? Я вижу только по десять везде нужно. Десять, десять, десять. Про пять даже вообще нигде не упоминается здесь. Ха-ха. Да. Ну, кувшины я не буду делать, ребята. Пока не вижу в этом смысла. Смысла. Так. Главы, главы. Вообще ничего не можем сделать. Исследовать что-нибудь получится у нас? Ну-ка, давай. Ага. Четыре энергии, ребята, мы с вами получаем. А это означает, что мы можем с вами что-то исследовать. А что? Так, тут не завершено. Причем, я так понимаю, если мы какой-то предмет с вами исследуем, то он автоматически исчезает у нас из инвентаря. Это, конечно, минус. Так, уже что у нас? Ночка на дворе, да? Она уже заканчивается. Уже утро. Так, и, в принципе, в этот день у нас, ребята, приходит, приходит инквизитор. Да, именно в этот день. Так, давайте-ка посмотрим, где у нас... Так, это можно взять, взять и взять. Так, выложим, пожалуй, вот это вот. И книгу. Все, и пойдем, ребят, с вами, наверное, изучать. Так, нам нужны сферы для этого. Да, возьмем, пожалуй, все пять штук. Они нам пригодятся. Так, бумага. Вот это нам не нужно. Выложим. Все. Ну что же. Пять сфер плюс четыре науки у нас есть. Но пару предметов мы точно с вами должны будем исследовать. Так, у нас там жир. Потом, по-моему, череп можно изучить. Сейчас посмотрим, короче. Главное, чтобы нам дали очень много синеньких очков. Так, давай-ка проверим исследования. Так, смотрим. Кишки можем изучить. Давайте попробуем. Ох, как много и дурого стоит. Ладно. Была не была. Так, в порошок. Может быть, разложен. Ох ты. Сколько, сколько, сколько. Ядрить на коре. Пятьдесят пять синих очков, ребята, мы с вами заработали. А еще что-нибудь можем? О, можем черепундель с вами исследовать. Давайте сделаем это дело. И... Сколько? Круто, ребята. Семьдесят пять синих очков. Ё-моё. Еще хватит на что-нибудь? Жир. Ну-ка, давай посмотрим. На что мы можем жир этот? Так, на жидкость какую-то. Ай-яй-яй. Девяносто пять синих очков. Фух. Все, ребята. Мне теперь, наверное, на многое хватит, чтобы я мог исследовать. Новенькая. Красота-то какая. Ох. Сейчас разгуляемся с вами, ребята. Так, ну, опять же, не будем... Спешить. Все аккуратненько, чтобы не упустить. Так, написание истории. Нам это нужно. Обязательно. Да, будем изучать. Отлично. Так, семь синих очков еще у нас в запасе есть. Так, что у нас тут по... Пивоварня. Мотылек. Вот это тоже давайте изучим. Мы все равно будем заниматься своим этим делом. Вот, наверное, что нужно, ребята, для того, чтобы... Виноград. Виноградники надо было изучить. 55 очков еще есть. Так, пивоварня. Пока подождет у нас. Здесь у нас вдохновение. Так, стеллаж для книг. Это пока не нужно, наверное. Приемы письма. Ты знаешь, как складывать слова вместе, иногда даже в неплохие предложения. Мама бы тобой гордилась. Да, это, конечно, хорошо, но я думаю, что потерпит. Так, аккуратный мясник. Ты знаешь, как работать с мясом. Шанс, что извлекая органы, что-то пойдет не так уменьшается, ребята. Блин, 55 очков у меня всего лишь. Двойная палета. Доктор. Хотя мертвые не попадут на тот суд, но все равно. Слушайте, я не знаю, ребят, что нам еще пригодится. 55 очков. Может быть, не спешить. Может быть, обдумать все это хорошо. На нормальную, свежую голову. Как говорится, отдохнуть. Так, кузнец. Все очень-очень нужное. Но что впервые... О, сложные колбы. Но это, опять же, нужен верстак нам. Да? Второго уровня причем. Которого у меня нету. Так, дисковая пила. Не хватает у нас 10 этих теперь зеленых камней. Но с ними больших проблем не будет. Они легко добываются. Это тебе не синие камушки. Так, ну что, давайте, наверное, направляться прямиком до дома, до хаты. У нас нету. У нас энергии еще хватает. Может быть, в принципе, отдохнуть, поспать. Ну да. Кстати, ребята, в ближайшую, наверное, серию мы пойдем с вами к звездочету отдавать дневник. И будем уже смотреть, что же он нам предложит. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующей. Так что, всем пока, ребята. И удачи вам. До новых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok